Алан Хейл в полёте приветствует вас. Отправляемся сразу в гости к островитянам. Встречаются они с Эдмонтоном. И уже в конце третьего периода, за 3 минуты 20 секунд, забивают они гол. Авторами его стал Андрес Ли, который хорошо поработал на пятачке. Начало второго периода, и здесь уже Эдмонтон в атаке. Передача между защитниками, и Леон Драйзайтл отправляет шайбу в ворота. 1-1 в этом матче. Конец второго периода, остаётся чуть меньше 3 минут. И Нёрс, оказавшись один с шайбой, никто ему не мешал, отправляет её в ворота. 2-1 после второго периода. Эдмонтон впереди. Однако Нью-Йорк не отстаёт, и снова, поработав в зоне вратаря Эдмонтона, забивают шайбу. Разыграли её. Пока боролись игроки Эдмонтона и Нью-Йорка за воротами, отдав передачу, на пятачке шайба покрутилась, и Энтони Бавилье сработал лучше всех. Ничего команды после этого не добились, значит, мы едем в овертайм, а там Нью-Йорк на падении, и выход один в одного. Защитник тут вообще ничего не сделал, и Нью-Йорк забирает эту победу. Автором шайбы стал Нуа Добсон. В принципе, ему и отдают первую звезду этого матча, у него один гол, и одна результативная передача. Энтони Бавилье становится второй звездой, у него один гол, и Андерс Ли, который забил первую шайбу, за третьей звездой. Таким образом, все три шайбы, которые забили Адлендер, все эти игроки, стали звёздами в этом матче. Переезжаем во Флориду, там кошки встречаются с канадцами из Монреаля. Начало первого периода, розыгрыш шайбы. Энтони Дюклер передаёт шайбу на пятачок Сэму Беннету, и тот отправляет её в ворота Кеннедиенс. 1-0 Флорида повела в этом матче. Теперь атакует Монреаль, забивает гол, это Джонатан Друин. 4 минуты прошло от начала первого периода, тут суматоха была, и, возможно, было удаление, но... Ничего такого судья не увидел. Снова Монреаль в атаке, отличная передача на центр, тут не попадает, но... На подборе Ник Сузуки отправляет шайбу в ворота. Остался он здесь один, пустые ворота перед ним, тут, конечно, не попасть очень сложно. 2-1 повёл Монреаль к середине второго периода. Однако Флорида в большинстве, 5 минут до конца, и передача на Александра Баркова, и тот замыкает её, отправляя шайбу в ворота. 2-2. Ассистентами стали Сэм Рейнхард и Джонатан Хуберду. 2,5 минуты до конца, в средней линии борьба за шайбу, выигрывает её Флорида. Разыгрывают, и Сэм Рейнхард передаёт шайбу как раз в зону ворот Монтембо, шайба в ворота. В самом начале третьего периода Флорида сразу уходит в отрыв, две шайбы. Автором стал Сэм Беннетт. Подправил он шайбу, когда бросал Джонатан Хуберду, и 4-2 Флорида повела. Третий период, 13-я, уже 14-я минута пошла. И Мэйсон Мэйчмэн ставит точку в этом матче. Могли ещё забить. Флорида, как раз они были в зоне атаки. Оставалось 10 секунд, но результат это не дало. И 5-2, окончательный счёт данной встречи. Три звезды этого матча Сэм Рейнхард, отдав две результативные передачи Джонатану Куперду, который трижды ассистировал своим партнёрам, и Сэм Беннетт, забивший два гола в составе Флорида. Едем теперь в Нэшвилл, там встречаются они с Чикаго, и уже на второй минуте матча Нэшвилл забивает. С передачей Мэтта Душейна бросил шайбу Филипп Форсберг. Проходит чуть более четырёх минут, и Райан Джо Хэнсон разводит вратаря и шайбу в разные стороны и увеличивает преимущество своей команды до двух шайб. Снова в Нэшвилл атаки у них большинство, конец первого периода. Здесь они пытались затолкать шайбу, там была Культурмана в витачке, однако продолжается нападение, и гол. Ник Казинс с передачи Экхальма и Томасина отправляют шайбу в ворота Чикаго. 3-0 ведёт Нэшвилл в этой встрече. Начало второго периода, и здесь отличная передача от Сизанса. Он не стал сам бросать, отдал назад, и там Таннер Дженнетт разобрался в ситуации. Снова Нэшвилл атаки, снова у них большинство, и на шестой минуте матча Роман Йоси от синей линии забрасывает шайбу в ворота. Однако Чикаго не собирается сдаваться, конец второго периода. Это уже 18-я минута матча, и Филипп Курошев с передачи Дехаана и Боргстрома размачивает счёт в этой встрече. 5-1 ведёт Нэшвилл и увеличивает своё преимущество на первой минуте третьего периода. Таннер Дженнетт с передачи Беннинга и Тренина увеличивает преимущество своей команды. Больше шайб в этом матче не было, и с таким счётом Нэшвилл защищает домашний матч. Матиас Экхольм сделал три результативные передачи и стал третьей звездой этого матча. Юси Сарос отразил 37 бросков из 38, стал второй звездой этого матча. И Таннер Дженнетт, который забил два гола, стал первой звездой матча. Переезжаем в Калифорнию в гости Кингс. Они здесь встречаются с Филадельфией, выигрывают сбрасывание Кингс. И сразу же, в самом начале периода, разыгрывают за воротами. И Виктор Арвитсон, отлично разобравшись ситуацией, отправляет шайбу в дальний угол ворот Джоунса. 1-0, 12-я секунда матча всего лишь, и Виктор Арвитсон уже дал своей команде преимущество. Однако, ровно на 13-й минуте Джоуль Фараби сравнивает счёт с передачей Жеру и Аткинсона. Спустя полторы минуты Кингс отыгрывается, Тревор Мур. С передачи Дэна, шайба попала во воротаря, на отскоке поработал Мур и увеличил преимущество своей команды. Андреал Кемпи, разыгрывая большинство своей команды, Увеличивает счёт в этой встрече 3-1 с передачей Копитера и Даути. И Брэндон Лемью выходит 1-1 после передачи снова Даути. Отправляет шайбу в ворота под конец второго периода. В третьем периоде у Филадельфии численное большинство в два человека и Кевин Хейс отличным броском в дальнюю девятку. Прямо под перекладину отправляет шайбу в цель. 4-2 сокращается счёт. Есть снова борьба в зоне Кингс, однако Короли забирают шайбу себе. И на противоходе Филипп Дано замыкает передачу от Арвитсона. И Лос-Анджелес Кингс ведёт 5-2. Однако в ответной атаке Иван Проворов пробивает владение Джонатана Квика, сокращая счёт и отставание Филадельфии. 5-3. Здесь снова удар по воротам, но тут блокируется удар со стороны Кингс. И Виктор Арвитсон отправляет шайбу в пустые ворота, ставя окончательную точку в данной игре. 6-3 победа за Королями. И это для Макеллана 500-я победа в НХЛ в качестве главного тренера. Три звезды этого матча. Тревор Мур, который три результативные передачи и забил один гол. Филипп Дено, который однажды забил гол в этом матче и дважды ассистировал. И Виктор Арвитсон передаёт привет своей первой команде Нэшвилу. И он становится первой звездой этого матча, отправив две шайбы в ворота соперника и дважды ассистировав своим напарникам. Теперь нас ждёт матч в Сиэтле. Кракен против Канакс. Девятая минута матча. И Василий Подколзин отправляет шайбу в ворота Сиэтла. 1-0 повёл в этой встрече Ванкувер. Снова Ванкувер в атаке. Теперь у них большинство. И Нилс Холклендер с передачей Экмана Ларсена и Ханта. Увеличивает преимущество своей команды до двух шайб. 2-0. Впереди Ванкувер. Отлично поработав на пятачке. Шайбу поднял и забил. Уже в следующем периоде Кали Янкрок с передачи Гоурди и Суси. Забивает шайбу в ворота Ванкувера. И давая ему идти Суфими из этого матча. После этого Тайлер Моут для ошибки защитника Сиэтла и отбора шайбы со стороны Ванкувера. Отправляет третью шайбу в ворота Сиэтла. Здесь уже Сиэтл разыгрывает комбинацию. Это 11-я минута встречи и Уилл Борген. Отсиняя линия, щелчок и шайба в воротах. Снова защитники Сиэтла не могут разобраться за собственными воротами. И Ванкувер, пользуясь данной возможностью, Конор Гарнольд мощным щелчком в ближний угол вбивает в ворота Сиэтла. Остается 2 минуты у Сиэтла, пустые ворота. И Танер Пирсон ставит окончательную точку в этом матче. 5-2 победа Ванкувера. Три звезды этого матча. Конор Гарнольд, который забил одну шайбу. Келлик Янкроф, который также забил одну шайбу, но со стороны Сиэтла. И Тетчер Демко у Ванкувера, который отразил 30 бросков по своим воротам. Кстати, у Ванкувера уже на минуточку. Восьмая победа в последних девяти играх. Это очень серьезно. После смены тренера к ним пришел Будро. К мишкам приехали клинки из Баффало. В первом периоде на седьмой минуте матча Винни Хиностроуза открывает счет в этой встрече. Стоял на один совсем и отправил шайбу в ближний угол. 1-0 Баффало повело в этой встрече. Больше в первом периоде команды не забивали. Но во втором, на четвертой минуте матча, Крейг Смит отлично поработал на стычке. После броска Макавоя отправляет шайбу в ворота Баффало. 1-1 в этой встрече. Баффало в атаке. Сначала Таг бросал по ворота, но Джефф Скиннер на подборе. Переправил шайбу после повторного броска. А в следующей атаке уже отличается Алекс Таг. И ему ассистировал Томпсон. 3-1 повел в этой встрече. И все было в руках Баффало. Но в третьем периоде разошлись Медведи. И Никфолина сокращает счет на четвертой минуте матча. А буквально через одну минуту. Макавоя на блоке, но Бруинзи не может быть. Уже Тейлор Холл. Отлично поработав, просто прекрасно поработав руками, обойдя защитника. Отправляет шайбу в ворота Баффало. 3-3 в этом матче. Отправляемся в овертайм. И там Баффало разыграло шайбу. И Макавоя увидел свободного Чарли Койла. Призвал все свое мастерство, чтобы разрешить ситуацию в сторону Бостона. Три звезды этого матча. Алекс Таг, у которого одна результативная передача и один гол. Второй звездой Чарли Макавоя стал, у которого три результативные передачи. И Чарли Койл, который забил решающую шайбу в составе Бостона, становится первой звездой. Теперь интересный матч прошел в Торонто, где местные листья встречались с сенаторами. И на 14-й минуте матча уже открывает счет Торонто. Вышли они 2 в 1. И Джастин Холл с передачи Броуди отправляет шайбу точно в ворота Оттавы. Илья Михеев выходит 1 на 1 с Мюрреем и оставляет того неудел. 2-0 увеличивает преимущество Торонто в этом матче. Очень много ошибок. Очень нетипично это для Оттавы, столько ошибок совершать. Но здесь просто уничтожение идет со стороны Торонто. Ти Джей Броуди во втором периоде забывает. Тут и Мюррей чем-то занимался не тем. И защита тоже в последний момент уже начала реагировать. После этого Ньюлендер выходит 1 на 1 с Мюрреем. Тут Мюррей тоже плохо сыграл, зачем-то лег раньше времени. Но в общем-то Торонто в этом матче пользовалась всеми своими преимуществами, всеми ошибками соперника. И сразу же их реализовывала. После этого снова та же самая картина. 5-0. Илья Михеев с передачи специи и Кейза забрасывает пустые. Опять же ворота видели, да? Пустой угол. И тут Вильям Ньюлендер уже щелчком под конец третьего периода. Кейза проводит финальную черту в этом матче. 6-0. Победа Торонто. Три звезды Илья Михеев, который забил 2 гола. Джек Кэмпбелл, который отразил 23 броска по своим воротам. Вторая звезда. И Ти Джей Броуди, который дважды ассистировал и забил одну шайбу со стороны Торонто, становится первой звездой этого матча. Вот это очень интересный матч. Коламбус-блюджекет против Каролина Харрикенс. Здесь была просто битва такая жесткая. Сначала Коламбус атаковал все два периода. Зак Веренский из передачи Рословика и Бэмпстрома забивает шайбу в ворота Каролины. Сам всю ситуацию разрешил в свою пользу. И тут уже 3-2 выходят. Боуквист забивает в ворота Каролины. И преимущество в две шайбы уже Коламбуса у Коламбуса. Но Каролина отставать не собирается. И пытается атаковать у нее большинство. Однако Нюйквист выходит один на один с Рантой. И решает эту встречу в свою пользу. 3-0. 3-0 ведет Коламбус после первого периода. Середина второго периода. Коламбус атакует. Выход два в одного. И замыкает передачу от Робинсона. Александр Тиксиер. Андерсон тут пытался зафиксировать шайбу, но не получилось. И вот он перелом в данном матче. Середина второго периода. Каролина в атаке. И от синей линии бросок. Подставление клюшки от Лоренца. И сокращает отставание в этом матче Каролина. Снова она в атаке. Проходит чуть менее 5-5 минут. И Брэдди с Кэжей с передачи Свечникова и Ярвиса отправляет шайбу в ворота. Третий период. И снова забивает с Кэжей. Проходит 3 минуты. И Каролина, уже разодорившись, сравнивает счет в данном матче. Забил шайбу Нино Нидерайтер. Тут уже плохо отработали защитники. Не побежали за шайбой. Нидерайтер остался один. 4-4. Таким образом, вот так вот Каролина сравнивает счет в этом матче. Тут бросок от синей линии. Проходит всего 20 секунд от предыдущей шайбы. И Итан Бир с передачи Некоса и Кот Каниеми. Забрасывает шайбу. И Стивил Лоренс через буквально минуту увеличивает счет с передачи Ярвиса на пятачке, поработав. И тут уже пустые ворота. И понятно, Андрей Свечников тут разбирается сам со всем. И вот так вот 4-0 проигрывали ураганы к середине матча. И уже в конце зарешали все сами. Видимо, настолько они сильные, что могут даже с 4-0 отыгрываться. Но правда, Каламбус можно посмотреть на эту ситуацию спорно. Густав Ньюквист. Со стороны Каламбуса одна результативная передача, один гол. Третья звезда матча Стивен Лоренс, забивший два гола со стороны Каролины. Первая, вторая звезда этого матча и Брэдди с Гжей. С двумя голами. Первая звезда этого матча. И теперь то, что все так давно ждали, хотели. Классика. Зимняя классика НХЛ. Миннесота играет с Сент-Луисом. Я лично очень люблю этот матч. Он красивый, он ламповый, он интересный. И команды по-особенному к нему готовятся. Хотя, конечно, освещение, как мы видим в этом матче, не очень. Однако, это не мешает никак забить первую шайбу Перону в ворота Телбота. И Сент-Луис ведет в этом матче 1-0. Однако, Капризов передает на Зукарелло. К концу первого периода все-таки у нас равенство. В начале второго периода Джордан Киру забрасывает со стороны Сент-Луиса. Хотя там видно, что Тарасенко вроде как подправлял шайбу, но засчитывает на Киру. Однако, Владимир в следующей атаке реализует свой шанс. Отправляет в дальний угол от вратаря шайбу. И 3-1 Сент-Луис ведет в этой встрече. Тут они разыгрывают большинство. Три секунды буквально остается до конца штрафного времени. И Иван Барбашев уже отличается, подправив шайбу после отскока от Телбота. Снова Сент-Луис в атаке, конец второго периода. И тут уже снова Джордан Киру, выждав момент, подождав пока все разойдутся, пока разыграют шайбу. Да, тут вообще прям прямой угол, бросай, не хочу. Но Миннесота не собиралась сдаваться под конец второго периода. И Рэм Петлик забрасывает шайбу от шлема вратаря, что... Это было интересно. Это было очень интересно. Но под конец второго периода что-то разошлись. Обе команды, откровенно говоря. И Сент-Луис тоже такой. Не, ребят, мы так просто не уйдем. И решили забить в этом периоде еще разочек. Это был Тори Круг. Ну а в третьем Райан Хартман на девятой минуте матча отправляет потрясающий гол. Я считаю, очень красиво в дальний угол ворот. Два в один они выходили. И счет сокращает до 6-3. И тут уже Кевин Фиала, оставшись один на один с вратарем, разобрался. Бросил шайбу туда, куда следует. Но его команде это не помогло. Все-таки 6-4. Дожимает Сент-Луис в эту встречу. И на этом заканчивается последний матч сегодняшнего дня. Владимир Тарасенко становится третьей звездой этого матча. У него один гол. Кирилл Капризов, который все-таки сам забил первую шайбу со стороны Миннесоты, а не Зуккарелло, становится второй звездой матча. У него два асиста и один гол. И Джонатан Киро, что естественно две шайбы. И две результативные передачи со стороны Сент-Луиса. На сегодня это все. Следите за событиями в Национальной хоккейной лиге на канале НХЛ в полете.